Человек пишет в скайпе, тебе удалят канал, го в скайп срочно У меня тут мама с тобой хочет поговорить Она увидела тот ролик и меня лишил привилегии Молодой человек, нечаянно наткнулась на ютубе на ролик с участием сына Это же ваш канал, как называется, как его называется? Седжи Седжи Я намерена написать на вас заявление в полицию Я знаю, что я напишу в заявлении, чтобы закрыли ваш канал Где ваш сын, где ваш сын, скажите Вот давайте его мнение спросим, слышишь меня, Егор? Да, слышу Повестка вызовена допрос Старший следователь от Рибуров какой-то Подпись, получил я ее сегодня, когда шел домой с вуза Ребята, вы можете также снимать антигрифер шоу на моем сервере на Сержио Крафт Для этого вам нужно стать всего лишь владельцем сервера, на которого сейчас действует скидка 95% На него сейчас действует скидка только потому, что скоро мы будем менять спауны все плагины Поэтому в связи с этим делаем скидку аж 95%, ребята Вы можете легко ломать дома гриферов Причем абсолютно любые дома гриферов Вы можете легко вырезать пол дома грифера Вы легко можете поставить себе префикс абсолютно обычного игрока И он поменяется у вас как и в чате, так и над головой Также вы легко можете поставить себе абсолютно любой префикс, который вам только придет в голову И он поменяется у вас опять же и в чате, и над головой, и везде, где только можно Вот так это выглядит со стороны Но самое главное, вы можете забанить или кикнуть абсолютно любого грифера, который только вам не понравится или будет нарушать правила сервера. Приверегия владелец сервера. Все сделано только для того, чтобы вы смогли снимать анти-грифер-шоу на нашем сервере. IP в описании ролика, заходите, действует скидочка. Дорогие друзья, человек пишет в скайпе мне то, что тебе удалят канал, го в скайп срочно. Это пишет мне какой-то школьник, я на самом деле не знаю кто это, я уже забыл давно. Че он у меня делает в скайпе? Ну видимо, что-то с ним у меня происходило. Может быть я с ним снимал ролик. О, он даже звонит, стойте, давайте, секундочку, сейчас отключу программу. Алло, привет. Алло, здорово. У меня тут мама с тобой хочет поговорить. Зачем? Ну, она увидела тот ролик. Какой ролик? Где ты меня лишил привилегии. А я где тебя лишал привилегии? Я не помню уже. Ну, сейчас с тобой моя мама поговорит. Не, подожди, а смысл? Молодой человек, я вот звоню к вам с претензией. Нечаянно наткнулась на ютубе на ролик с участием сына. И даже не знаю, что вам сказать на это. Потому что ребенок расстроен. Психика у него нарушена. Это же ваш канал, как называется? Как его называется? Седжи. Седжи. Ну да, это мой канал, но я... Ну вот, имейте в виду, что я намерена написать на вас заявление в полицию. Меня очень не устраивает ваше отношение к моему ребенку. Его расстроенное настроение. Не, ну подождите. Я же не просто так его лишил привилегии. Он неправильно себя вел. Он банил других игроков. Он мешал играть. Я этого в ролике не увидела. В ролике я увидела только то, что вы забанили его и лишили привилегии именно его. Поэтому я к вам с претензией, как бы с конкретной. И я вам хочу сказать. Я буду писать заявление в полицию. Нет. Да, пиши ему. Нет, подожди. Сын меня тоже поддерживает. Нет, ну у меня нет роликов, где я просто так лишаю привилегии. У меня все ролики с доказательствами, где сначала игрок... Ну вот и будете доказывать свою правоту в полиции. Нет, ну так вы же должны обосновать свою точку зрения. Причем здесь я? Я обосную. Вот в полиции и обосную. Напишу заявление, обосную и договоримся с вами. Да, пиши ему. Все, Егор, отключайте. Мне нечем с вами больше разговаривать. Нет, подождите, мы же еще с вами не договорились. Вы здесь? Ау. Как вас зовут? Я вам все сказала. Мне нечем с вами больше разговаривать. Нет, как вас зовут? Вот скажите. Инна меня зовут. Инна, очень приятно. Меня Денис. Мне не очень приятно с вами разговаривать. Хорошо, я понял. Ну просто суть в том, что когда мне звонят и говорят, что на меня напишут, пишут заявление в полицию, и делают это не аргументированно, это не совсем правильно. А я аргументирую. Я это все аргументирую, но уже не вам. Вот скажите, где ваш сын? Где ваш сын, скажите? Вот он здесь? Здесь, да. Вот давайте его мнение спросим. Вот скажи, вот я тебя... Он слышит меня? Как его зовут? Егор его зовут. Егор, скажи. Вот ты слышишь меня, Егор? Да, слышу. Ты хочешь сказать, я что, просто так тебя лишил привилегий? Ты вообще никак не... Просто так. Как? Да. Хочешь сказать, ты вообще ничего не делал плохого другим игрокам? Не убивал их? Ничего не делал. На видео это есть, понимаешь? Игроки даже видят. Я этого не увидела на видео. Я только увидела ваше негативное отношение к моему сыну. Все, больше я ничего не увидела. А в заявлении вы также напишете то, что вот вы ничего не увидите? Я знаю, что я напишу в заявлении. Ну а по поводу чего вы будете писать заявление? Чтобы что я сделал? Чтобы закрыли ваш канал. Канал на ютубе? Да. Ну, я считаю то, что... Я не знаю, как у вас там заявление примут, не примут, но какой-то бред на самом деле. Я не верну вашему сыну никакую привилегию. Я добьюсь того, чтобы удалили ваш канал на ютубе. Все, извините, мне некогда. Ну, хорошо. Все. Егор, ты че? Алло. Ты... Ты маме своей не... Ты... За что? Вы... Вот за что она меня обвиняет в чем-то? Я же тебе, хочешь сказать, просто так привилегии решил, скажи? Да. Я не понимаю, как еще тогда делать. Все игроки, которые пишут в комментариях, все зрители, они все на моей стороне практически как бред какой-то. Можешь сам убедиться. Это твои зрители. Я понял, да. Ну что ж, пожалуйста, пишите заявление с мамой. Вот и напишем. Ну хорошо, как хотите, делать что хотите. Я знаю, что на моей стороне правда. Поэтому... Че хотите делать? Я... Хватит с ним разговаривать, бросай трубку. Ладно, мам. Все, пока. Ну давай, пока. Опа, че, подвисает, ребят, подвисает. Так, ну, друзья, я не понял на самом деле юмора. Я, может, вообще не выложу этот ролик, я не знаю. Поэтому, в общем, бред какой-то. Глупость. Буду думать, выкладывать, не выкладывать ролик. Главное, ваша поддержка мне нужна. Ладно, всем спасибо, ребят. Я вас всех люблю. Всем пока. Все бы ничего, ребят, если бы мне не приходила повестка. Повестка о вызове на допрос. Здесь прямо написано. Гражданину Уковиленову Денису Владимировичу, значит, такого-то года рождения, вручается повестка. Повестка о вызове на допрос. Знаете, тут прям все вот. Старший следователь от Рибуров какой-то, УА, подпись. Получил я ее сегодня, когда шел домой с вуза. То есть тут вот написано дата, все эти числа и прочие здесь условия, при которых я должен явиться в суд. Вот он, следственный отдел по городу Димитровграду, следственное управление. Вот, адрес где-то здесь есть, да. То есть те, кто в Димитровграде тоже живут, они понимают то, что на Хмельницк, у нас 3, есть у нас следственное управление. Вот такую повестку я нашел у себя в ящичке. Здесь я и ношу, она у меня лежала здесь, здесь, в 101-м. Под 101-м номером я взял эту повестку и начал читать. Я, кстати, понял, что это за ролик был. Ролик был вообще 28 декабря выложен. Я еще ссылочку на него в видосе вставлю в своем основном. Там, да, я забанил самым главным админа Гриферу. Он именно здесь. Вот, пожалуйста, давайте включим. У меня, правда, звук идет с колонок. Я с ним там разговаривал, лишил его привилегии в итоге. У ролика 680 тысяч подписчиков. Ссылочка на него в описании ролика. Ребята, все, что мне от вас надо, это все-таки поддержки, думаю. Поддержки. Давайте поставим лайки, потому что женщина эта грозится удалить мой канал. Мне реально пришла повестка. Я не знаю, что с ней делать. Я на самом деле переживаю, но я знаю, что правда на моей стороне. Из-за этого вот мне здесь 15 минут показано. 15 минут, как человек убивает других. Как он банит, как он ломает мой дом, как обычного игрока. У меня есть все доказательства, что она не права. И она в ролике действительно не права. Вот с этой поветочкой я не знаю, что делать. Являться или не являться, но куда деваться. Я не знаю, бред какой-то вообще. За что? Что за херня? Я не знаю. Поэтому, ребята, я очень хочу, чтобы вы поставили очень много лайков этим роликам. Нужна поддержка. Посмотрим, что с этого выйдет. Если ничего не выйдет особенного, естественно, продолжения истории не будет. Если что-то выйдет, какой-то беспредел, естественно, все будем снимать, показывать. Беспредел мы не потерпим. Да, ребята? Мы на стороне правды и считаю, что мы все победим. Поэтому, ребята, давайте отписываемся в комментариях. Пишем то, что он не прав, Грифер. И ставим лайки, ребята. Очень надо. Потому что боюсь что-то я потерять уже канал. Не знаю. Да, наверное, все ерунда. Но все же. Повесочка эта, она меня очень устраивает. Ладно, дорогие друзья, всем пока. Спасибо. Было приятно с вами поговорить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...